Видите, Нидия, она подумала, что, может быть, мы под конец потом еще поговорим про календарные системы, и вы видите, откуда этот подделан святый, теперь отход из юлианска на карлианский календарь выявляет в себе. 1 августа, ну, в 16-м столоводье уже было 10 днем, в 20-м столоводье уже 14 днем стало, в 21-м столоводье уже 15 днем по между этими календарами, юлианский ясно от Юлия Цезаря, это была великая реформа, он пробил реформу Лада Политичного Римской Республики, трансформующую империю, ну, так само провел календарную реформу, ну, тут сейчас она была довольно докладная, и христианство первое, оно засталося при этой реформе, але ренуциансный Рим, а видать, вы же видите, там было столько первотворчества, математикал, инженерал, войсковцев, ну, в Анини поехал, быть капитаном залоги Витебска, вот себе, видишь, что такое, с Рима, а тут даже было холоднее, вы же видите, сегодня мы живем в такой тёплый период, а там от тринадцатого стаходя пошел уникать великого князя Литовского до восьмого стаходя в Европе был так званый маловидовиковый период, когда вы возьмите картины британских мастаков, по темзе катаются на коньках, на козунках, да, чего не мая, как бы, сегодня, в девятнадцатом стаходе пошелось и потепление, и в этой фазе «потепление» мы с вами и знаходимся, это так само далече крышечку заставляя, промышая, надо разуметь, что цикличность есть и у климате, что нельзя абсурдизовать, вот это понятие «потепление климата» да, оно бывает, а оно шмат учил зададено циклами природными, которые и снуют. Ну, около этого, конечно, можно спекуляцией. У нас довольно быстро хутко пошла эта реформа календарная, ну, потому что католическая монархия. Калерин постановил, она была принята. Правда, что цикаво, у нас игры католики довольно хутко перешли на, потом уже в семастом стаходе перешли на агреганский календар. Все равно мы 25-го, да, как бы означаем Калиады и Новый год 1-го. Тремарь всегда пошла, значит, кто не погодался с папой? Могли две силы вроде не погодиться, вы их поведете. Москва. Ну, окей, православная церковь и протестанты. Все правильно, да. Просто вы перевели это на назву Украины, да, протестанты и православные. Значит, как тут выглядит ситуация. Протестанты тримались очень долго, а она, да, только в 1700-м годе перешла на хрегатский календарь, то есть она жила по тому календарю, как мы сейчас называем, юльянским. Нидерланд, то есть вот пацаны пероходят. Ну, там 12-я была, оказывается, до Нидерландов, так что там все простое отбывалось. Швеция довольно поздно. Ну, православные церкви пероходили на хрегатский календарь в 19-м, 20-м стаходях вось. Ну, и Родница будет расти. И тут, конечно, великий текавый выклик, даже тычный. Разумеете, православная церковь, по-своему, великий текавая мрутая, она апеллюет на то, что мы застояемся при традиции. Вот, как первые христиане святковали, а, и мы застояемся при традиции. Мы, вот, муравы, по сути шашкому календарю семы в студине. Мы как бы не принимаем новации, как и приводят католический костел. Ну, рассчитываем, что 25-го, либо его ничего нечего числа не видать, оно не прописано. Мы не видим календарь в 19-м. Да, это просто традиция. Причем переднеазиатская. Дня народжения Мирта. Мирта, да? Да. И вот его провязали до 25-го. Ну, не до 25-го, а до дня, как и наступая после зимового солнцестояния. Да. самый короткий день, самая долгая ночь. Вот и все. Император Константин распорядился, значит, присовокупить, значит, этот праздник Рождества к и все правильно. Все правильно. У нас ишли, были, видите, что были, довольно тлумульты, аль бутумульты. Календарные, хвалевальные. Вот я веду в Витебску, значит, мещанство Витебское не поражалося. С первого кода на календарь. Хоть ясно, что, ну, я могу сказать, ратуша перешла. И дык был загад короля. А в Вильне, так там были, что мне было интересно, что там в Вильме актыны были иезуиты. Ну, не сами иезуиты, а иезуиты вылучались тем, что они проводили в Вильме актыну школы. Вот, окей, возьмите Ненск, кафедральный костюм, значит, слева от него находится календарь иезуита, а справа школа иезуитская. Так вот эта школа иезуитская, рождественские заховались, два поверхи двояруса этой булочной школы. Календарные, да? Это будинки 18-го стола, как бы выглядели себе. Вот. И они принимали у школы всех, незалежно от конфессий, и вели важность социального стану. Вот, как бы так написали сельские пропагандисты, у них, значит, был таки пердовы агрессивный отрат этой в Учневской молоде, яку можно было кинуть на баррикады. Ну, что вы думаете, постоянно были... не было бесконфликтных периодов и бесконфликтных громадств. Вот что я бы улучшая той стиль, якая пропагандовала заходная цивилизация, она пропагандовала варианты вращения конфликта про справовую сферу. Ну, и они могут быть разные варианты. Понимаете, не значит, что это идеальный шлях, не только один. Ну, и он наименее выдатковый, то есть наименее, по праву, и меньше выдатковый, как бы, чем меньше варианты этот правовый стан. Ну, и вы решите, значит, это проблема была решена, а не хваливание отбывается, как бы вы ведли, что календарь был проблемой разноголосий и конфликтов. Но мы до этого, может быть, вы видите, поразглавляем Игорь Особна. Я хотел бы вам доказать, что некдово мы с вами блукали по этничности, в минулого года. Ну, и да, это оказалось, что это проблема, я как-то шапляю, я их хвалю, при том, что не то, что нема разумений, информаций известных, но нема консенсуса. Я больше бы это так разумел. Я так само думал, что оно может заседать консенсус. Видать, просто сама мозаика этничного развития, она была настолько разностайная, можно споймать некоторые тренды, тенденции. О! Можно выявить и обрумтовать некоторые тенденции. Але не могло все звести, ну, на один такой вот, на один малюнок, на одну фреску чтобы заместить все эти проблемы в тенденции, которые отбывались в тенденции ну, в тенденции и средневекции, то есть те изъявы, про какие мы с вами сказали. И вот тогда я вам нагадывал, я выбрал вариант КРЭО. Ну, я думаю, что мы можем шматы таких обед называть. Это вот модель для анализа. Просто выбрал вам локально. Называется таки, ну, альбо кейс, там, в христиологичных в студиях, альбо микроистория, в истории, то есть я просто выбрал одну крупку и вам показал, да, криво памяти, какие цикавые недодназначные процессы отбывались в этничном социальном сенсе, в этом только одном местечке, одним из центров у Сходной Литвы. Ну, как этот артикл я загрузил в свой текст, так само и в некой иллюстрации, но он, видать, вылетел как раз на блог летучего университета. Не-не-не, вы там этот артикл Вы нашли? Да, я нашла, да? А-а-а! Ну, вы начали заблуждаться Кочеткова. Я подумал, что он у вас не потрапил. Не, ну, он ее потрапил, а не для всех, а он, кажется, ну, взрослым, значит, вернуться и прости, поглядеть. Вось, а вы! Сегодня я бы хотел, может быть, крышечку обвести от строго этничной проблематики, так, и показать, какие социальные проблемы, эти социальные процессы сподорожничали вот к этим изменам этничным, таким знамя разорожали, так? И, калим пастынь, мы перейдем в природе, так само да вот эта цикава проблематики лавардок верса Керно. Ну, на аркуши, по-перы, перекладем гэты все аргументы, так? Олег, на пошатку я вам, как бы, хотел расповести про концепцию Эдберта Сагудявичуса, это так, как бы, патриарх сучастной литовской историографии. Ну, так само, видите, молодость там такая историческая, он мог бы сказать, да, был бы, моля, что я гадаю, он составлял, олег, прохлад, все они в училище у Гадаючуса. Это, так само, великий оригинал. Гадаючевич, у меня есть у него портреты, я бы хотел вам показать, гадаючить, у Гадаючуса немало. Инженер. Он скончил Ковинскую политехнику, университет у Ковни был ликвидован у Советской Литвы, и весь университет был переведен у Вильню, потому, что польский университет, видите, Вильнюсский университет такие были. УСБ. Не УСБ, а университет Степана Батория. И вот, когда вы решили такие имены, Цлынные, Генрик Лавмиальский, так? Ну, это, как бы, классик исторической туанистики. А это все иммигранты. И они вымышлены были после 1945 года покинуть в Вильню, и Лавмиальский переехал у Познань, и уже в Познании засновал вот эту историографическую школу, Вильнюс Слынную. Такой там, вот этот Ковяк походит. Ну, поверьте, коллеги не сутыкались, поверьте, что это самое яркое, даже не в Варшаве, опознание. Чему познали? Историчная литуанистика, ну, значит, школы, там, куда-то, эмигрировали до селечки из Вильни. Разумеете? Ну, а уже новую такую литуанистику закладал у Вильни, можно сказать, как я развивал, развивал Гудавчис, в новом доме, в университете. То есть, он писал истории, ну, а он сходжил, речь-то и речь, да, историчный доказатель, и независимо. Ну, чем еще и позвища Гудавчис, ничего вам не говорить? От слова Гуд. От слова Гуд, да, и тут, видите, есть такое ровночитание, ну, на сленге литовском, 19-19 годе Гудами называют Беларусь. Ну, альбо то насильство, скажем, то насильство, о котором мы сегодня интересируем, как белорусы. Ну, хоть там справящие складания, потому что литовские этнографы показали, что, например, в 19-м, 20-м, Гудами могли называть жмудзины, жамой-то называть Абштайдом. То есть, все, кто исходил. Это, я боюсь, Гудами. Ну, вот, я говорю, вот, это что он, я боюсь, вот, быкет ментальности, что ли, за этим хавается. И свою концепцию вне книги ранней Литвы Эльгот Азхуденчус вельно мощно... Ну, может быть, тут уплыв марксизм, я думаю. Потому что, конечно, и отрывано свой доказ становление историков у парадымых марксистских дороги. В каких годах это было? Ну, до 60-х годы. Да, то есть, он сегодня патриарх, он еще живой, но его там за 80-х. Вот. и, и он, поводляет этой марксистской концепции, шукать, у него была такая внутренняя установка, шукать социальное обрунтование этим процессом и державотворчивым, и политичным, которые бывали в громадстве. Ну, и уже таким постмарксистским периодом развития, куда я вчера, тут, вельми шмат, писал про индивидуальные подчатки о раннем литовском громадстве. То есть, откуда это все видится? Паводли его. Он берет для анализа такую социальную зъяву, как отдали. Ну, давайте убежим. Удальше. Как? Удальше? Да. Удаль — это по-норвежски. А, окей, да. Все правдно. Это со скандинавского. Оно похоже на русский удаль. Судьба еще. Корреспондуется? Да. Корреспондуется с термином аллога. Ну, это важно. Я могу вам пару речей сказать. Ну, для истории. Моя миссия, задача как бы донести посправать, как это нарративно выклазьте, разумело. Значит, про что ведется? Оды — это подземельное, семейное обладание. цена, вот уластность. Вот это проблема. Норвежские следует тупым упадков. Потому что, как раз выводить уплыв от скандинава, речь в том, что курши, ну, вы видите, курши, как заселяют. Это сегодняшняя Коррлендия. Курзами, конечно, по-натически, это самая частка заходной Латвии. И курши займали всю вот эту вот заходную участку, исходную участку, поднём исходную участку Балтыцкого моря, это вот сбережье, ну, Паланга, Клапида. Это всё курские территории. И, там, с жамойтами, даже, очень интересная проблема на Генезе, потому что, можно сказать, что жамойты, так само, на базе куршского этничного ратериала. Они, которые, наследственно, Балты, навод курши, вылучшают у заходней Балты. То есть, настолько, да, дрозниваются, скажем, от Зимгалов, от Латыхалов, от Литвы, ну, от Кштайты, скажем, да, от Агуштайты, что их часто улучшают у заходней Балты. И, фактично, над куршской территорией она у выходила в певном сенсе вот этот период до XI 100-го года у зоны присутности викингов. То есть там археологи знаходят реально там эти вот ихние фарпосты, так, не только воевали, но и на этом тлевали. Они так любили грабить Балты. Все исландские саги об этом пишут. Ну, разумеется, проблема про читание крыльц на Ратынах. Это еще серьезная тема, потому что давние люди, они, видите, не писали про штуденность, то, что вот с подородниче им все жить все. Звычайно. То есть они не писали про норму. Звычайно. Звычайно, так? Они, как авторы о повести минулого года, как мило, являются на умыслы конструю, ну скажем, простую Русь. Ясно, что киевский монах, який сидел это Келли, реально писал, как раз в исходной Европе, понятие Русь. Исландские сайи, они так само писали не про нормальность, а про некие неизвычайные подеи, так, как им бывают. Они хотели восстановить, что делали люди определенных родов. Они мыслили родовые категории. Ну, можно сказать, что викинги больше гандлевали, чем воевали. То есть эти дракараки приплывали, это не только набии. Это была и так само гандлевая такая функция. Так что курсы, фактично, были выключены у ареал варягам, и вот по поводу Гудэмчуса они принесли оды. Чем тут, в принципе, выразиться? Гудэмчус хапается, ну, давайте назовем это так, натуральный застриотип в сходне славянской громады альбо общины. И, в общем, пишут про Литву, он скажет, что, ну, Калина Руси поновала община вселенская. А что значит община? Вот у него на таком разумении это означает, что вся земля на ней же это громадия. отбываются регулярные переподделы земли, скажем, про Семь годов, про С-пять, про С-десять. Кожная семья отримена в новых ковалах земли. Это поменяется. А здесь обнаружить, как бы, общину. Значит, откуда эта информация? Это информация тумографа у восемнадцатого, девятнадцатого столетия про марковую так званую общину, что марка заявлялась уладальником, уластником, уластником, я хочу сказать, всей земли. И это потом, как бы, право, вот когда это бывает федерализация, как это право уладать земли, потом себе присвоили сеньоры. Ну, там, герцоги, идти князи. А литовское громадство в этом сенсе вельми моцно отроднивалось в исходе Славянского тому, что литовское громадство ну, по куму же являются первые клиницы письмовые, значит, на роли 10-го в Литву, конечно. Ну, живем вот в режиме одоля. Мовля, что каждая семья мает свою землю вот индивидуализация, аграрная индивидуализация, вообще право, аграрная индивидуализация. Ну, а уже то, что потом назовут позднейшей частью рветутами, ну, земляогойного крастания, там, лух, сенокосы, так, в озеро, например, там, тисажалка обладавана для рыбаства, так. Ну, да, это могло быть у крастания общины, но, чем вылучаются как бы Литва от сходних славян, то, что у них был гэта одаль. А одаль, он потом развивается при феодализации. Ниже поговорим про дефиницию этих процессов. Одаль, как раз, она бывает высы аллода, аллода, это подземельная уластность. Разумеете? Что это было радикально, другим, от исходных громадств, где не было земельной правотной уластности. Ну, такая побудова. А что, у Курши было так развито земледелие, очень сомневаюсь. Они больше жили охотниками. Ну, я думаю, что Курши отрывают от викингов по будову громадства по принципу этих чернов, этих драканов. И соответственно социальной сути, идеализация, семья за одним черном. И потом эта матрица переносится на земельную власть. Мне кажется, он плохо знал обстоятельства хозяйственной жизни скандинавов. Ну, и видите, что еще вельми важно для нас в удачу свободят многие правовые практики великого князя литовского до 16-го статута. Как раз с заиснования этого удаля. Потому что историческое литовское право литовским праве и это прочитывается по статуту. Некоторые процедуры достаточно дрозниваются от того, что прописано и русской праве, и римским праве, особенно на первом этапе как больше мощная процедура присяги неспобоженства по часу ду а есть такая процедура в статуте присутствующая сдымать шапку или выкидать шапку. Мы с вами несколько раз поспричались, я сдымаю свою шапку, а шапка ходили сейчас сезон. Мы живем в городах и вылазим в традиции не так актуально. ранее я от солнца даже одна застероза была. Я ставлю шапку, я кидаю шапку под ноги и этим самым я вас выкликаю у суд ну с поборництвом. Али с поборництвом не в таком римским сенсе, где есть аргументация и можно спричаться, а я повинен привести светку. То есть у литовским праве и это преступниче у статута Великого княстра Литовского процедура присяги базовая. Вы читаете документы метрики и вы постоянно на эту присягу будете стыкаться. Я просто хочу вам довести до вас такое разумение, что это не огульная миссия, это присяги это воволь свечения принциповых организаций этого громадства вели княстра Литовского в том, что все литовское право и в том, что индивидуализация с той темы, что исставал ОДАЛЬ. Литовцы в этом центре правовы. Тут намекаем на ментальные речи, они на первом основании социальные и правовые аспекты организации громадства. Ну, и видите, что я вам могу в этой субъезде про общину сказать. У нас речи довольно интересная концепция выдачи, вот эту линию выводить по международным звучаевым правам и письмовым правам, так? Ну, письмовое право это как будто вершина развития таких социумов. Але, какая штука с общинами? вот Владимир Голубев, а, сори, Валентин Голубев, наш, как, молокалена процедура истории. Он выпустил такую витамину про сирианскую общину. И я подозрел на это конца сам. Не разумел, но масштаб своего открытия. и он показал, что все наши стереотипы про общину это просто продукт раннего нового часа. общины старожитности таким нашим временем. Я когда насадил в 19-ом старом годе Маркс Зенгельса, почему насадили, просто шукали экономичное социальное обрунтование эволюции, и вот они взяли праци этнографов, где было описано, это марковая община. Она социализма. Да, да, и в России конечно схватились за социализм. И сегодня я вам хочу сказать о сусветной историографии, марковая теория, ранним классическим артистским прочитанием 19-го и она остается популярна только у некоторых постсоветских историографий. Потому что, как показали доследование, а у России, на материале средневечном заходе Европы по Скаденавии, по Британии, Арон Гуревич. Я думаю, ну, давайте я вам покажу портрет. Такой вельми слойный. Это петербургский автор. Такой не московский. Петербургский автор, да. Написал категории средневековый культ. Да, и он занимался скандинамией. Норвежского громадства и норвежская держава, территория у Британии. И видите, что он собрал материалы и археологические и письмовые, археологические академии в Британии там нашли ранне-середневечное вельсковое поселение, аграрное поселение, поселище. Такого практически ничего не было у нас. Разумеете, у нас есть селище вельсковое 16-го, 100-го, а вот это раннее, первое, мы грады маем, раскупки, мы маем поховальные помники, объекты, а аграрная история вся высмотана. По аграрной истории мы практически ничего не ведаем. А в Британии удалось и археологически сесть, при том, что, разумеете, это все-таки маргинез, маргинез римской цивилизации, традиция письмового права и письмовых помников основала еще сподней Римской империи. И удалось показать, что наши умиления, какие были нам утиснуты, видать, мне это лами университетской. Я слуху про эту марковую теорию, и мы являли себе, что есть община, как будто разлагается, распадается, все на дворот. Вот такое община, поземельное, община, какая володая землю, ее сегодня еще не исновало. Это просто, ну не то, что выдумка, это гиперболизация материала этнографичного 19-го столетия, собранный этнографом. То, что было все в рамках маргинской парадыни. И он показывает, Гуревич показывает аграрный индивидуализм. Заметь, то есть господарков вели семьи, независимые. Ну, община и основала, конечно, не катературальное Вьенамье, а община не была вот этим вот фактором социально-правовым относно той земли, на которой работала в этой семье. Мне кажется, это не так, потому что это была не индивидуальная, а родовая собственность. Она произошла из родового строя, очень сложно. Да, вот вы, Вильяме Добрекас, показываете классичную марсистскую схему. Нет. А сегодня она уже в стереографии откинута. А что Волгу взробил? И он показал, что вот эта сельская община великим князем Литовским, и она насаджалась державой. Центральной администрации, звенью. Потому что, разумеете, он просто показал, где как избирался податок. Вот у Сходней Межи, она неспокойная. Там торговой скиплю мать. И там дважды не гроши, а натуральные рычи, продукты. Как кормить инженеров. Разумеете? Ну, это открыл не Маркс, это же открыл Морган, который основывался на всех... Ну, правильно. Маркс за это зацепился. Конечно. Я просто сказал, что это... Во всех отсталых обществах существует именно родовая собственность, а не индивидуальная. Они еще просто не могли индивидуально Ну, видите, по российской истории уже серьезной процеде центральная улата створала общину как фискальный инструмент. Потому что как не разбиваться там, а накладались обовязки на общину. Круговая порога так званая, податковая. И общину было платить чиновникам, посланным из Москвы. по великому князь, по великому князь, ну, там меньше ситуация, конечно, есть территориальное смежевание по меж... Ну, я не ведаю... Я скажу по межу Литву и Русью, но это те регионы, какие вылучаются у великого князя Литовского. То есть политичность это все как бы великое князь Литовское, но есть это некакие регионы. Есть Жамуть, есть Литва, которая включая, ну, значную частку очень короткой республики, сходную, так, центральную, и добрую частку заходной Беларуси. Есть еще Валы, ну, где была межа. Видите, ментальная география так сама, и она в Андруе. И вот Минск, по крыльницах, как ли читать, на початку 16-го встава в Минск еще пригадывается сирот русских властей. А в 16-м, в середине 16-го, где-то уже Литва. То есть, как бы межа Литва посунулась. И почему было выразное одрознение как бы працовочной повинности были поширены на у Литве, как раз. Чему? Это все проблема, та же самая, это проблема нового часа. Смотрите, я писал в Эйнштайн Громастасу свет. Просто Литва, яки больше, стали такими аграрными регионами Новой Европы. Так? Кали вельми активно развивается капитализм. Умин-то уже сучав конценте. Ну, сучав конценте уже немало, мы покажем про новые конечные этапы, пост капиталистичные, али классичный капитализм, по-моему, 19-го, 20-го, он пошел развиваться в некоторых регионах Европы, демографичный выбух, все больше народу людей переходит у ремесную творчество, и потребуется много аграрных продуктов. Вот как раз Великое Княжество Литовское и Польша стали одним из тех регионов, которые эти продукты поставляли. А плюс реформа аграрная, которую почала в своих голосах королева Бона, так, кали вымер вымарочная майомасть, кали вымерли кобрыцкие князи, не втолся на сочатку, значит, переходится их майомасть до господара. Господар по великому патронологии, или как князь Литовского того часа, а это великий князь, то есть ему же жимонт, мы ведаем уже жимонта второго, он передает свою майомасть великий князь Литовский. Вот. И потом мы поразмавляем, я провел такой параллель между Бонной спортом Екатериной Вильевичем, то есть две итальянки на тронах, одна там в Краково-Виленске, другая на Парижске, и я их не принимал до громадства. Али Бонна, что цикаво, почала, во-первых, эту аграрную реформу в своих тех майомостях, ее сын Жимон Аус, потом реализовал во всех державных майонках Великого князя Литовского. В оси резине штампа, в том числе, то, что будет выглядеть как волочный помер. Ну, чем еще вельми важна реформа Боны, фактически, она пошла ликвидовать рабство на великое гнязство Литовское. Черед невольное. Это то есть терминология. И, конечно, ну, я належу до школы скептиков до федерализма, скажем, в истории Руси, потому что про федерализм мы сегодня еще будем разговаривать. И, коротко сказать, это было шматокладное громадство, где у темлику исставало и хатнее рабство. Черед невольное. А уже в шестнадцатом того годе проводится унификация. Унификация родных пластов селянства. Так? И черед невольное было включено у селянства, залежное. но при нам все оно же не стало рабами. То есть, у них заявились правы. То есть, уже закон и хаховая, який инчик селяна. А за забойство торчили невольное, ну, была самая низкая карма. Вось. Так что, Гуревич показывает, что ранний этап огражденный дидуализм в заходной Европе, а Голубев показывает, як община поземильная. может быть, назовут о чем-нибудь поземильную общину. Слышите поземильную общину. Уладщик земли. Кто земляет? Поземильная община. У концепции поземильной общины. поземильной Так, у нас … у нас … у нас не порцию социально. это это все результаты этих космодернистских историй, которые опровергают… Почитать Тацит, и мы увидим то же самое. Так, и что, Тацит, это поземильная организация родовой собственности, которая превращается в соседскую общину. Никуда от этого не деться. Мы говорим о механизме. У меня есть вам цикавый материал. Что? Воспитание есть, что? Не питание, а неким чемом дополняем вас. У меня есть препят того, что вы кажете на фонд податковой единицы. У меня такое вот то место, где моя родовая совесть это новая мышь. Барановский район, так? Барановский район, да. Она супрать хутор, где есть Балобанович. Хутор назывался Балобанович. И там не только мой дед, вернее, братец, алиевые браты земельные. Их потеряла речка Мышанка. И там были индивидуальные земельные. А потом услышала подробность возвести храм. И они помеж собой спорили. Левый, правый перед Мышанкой на лягом березе. Ну а храм повинны будовать на высоком месте, а правый перед выше. там побудовали храм православный. И сразу же появились, а это все расписано, местные троеведы расписали. как только появился храм появились ремесники, которые будались для этого. появились торговцы, евреи, которые торговали. на правом березе с храмом свои земельные лунда не застались, а они перенесли это место поближе до храма. А на левом березе индивидуальная система застала. А то, как местечко возникло, потом это местечко, как податковая одинка, а там тоже бояре жили, на левом березе бояре жили, а потом взял православный храм еще запросил юзейскую миссию, новая мышь стала ведомым местом. То есть, это процесс, это процесс с индивидуальной земельной лунды. Хутора могут появиться только на таком уровне развития хозяйственной деятельности, когда появляются индивидуальные орудия. Сегодня у и этнографии, и гистрографии церкви и церкви признается, подземельная община кулацница справа позднее, не самая гельшая, а позднее, сконстроеванное держанное уладное. вот, что принципово могут. Россия была давить до максимальной ступени, там так сам это конструкт. Не было той общины, какой опивали эссеры, социалисты расисты в 19-м статусе. А что такое за друга у сербов? Все правильно, это материалы фиксованы норфами 18-го статуса. Никакого государства тут не вмешивалось что за другу. Ну вот, сербы. Значит, про гударь, это пункт, гударь, но это то, что его в Литве поважают. Еще я вам хочу рассказать про одну сущность литовских концепций. По словам она текава, это вот Артура Садубовиса, его вот целая этничка присвященная, это вот идеогомникающий чай. Лити. Тереть эту проблему как станет натиск. Ну, я ставлю на пирше, потому что академия надежды, которого писать лити, лити, лити. Начнем гулять. Видите с 15-го ста вводя у крыльца историчных, ну, довольно подно, что с 15-го ста вводя и акты в 16-м ста вводе фиксуются таки специфичный социальный пласт, Ну, я не знаю, какие у нас селяне, те не селяне, ну, давайте для спрощения скажем селяне, али это люди вольные, али это только три селяне, какие живут у властях дворовых, кстати, двора великого князя литовского. Понимаете, то есть лити, это специфичный пласт селянский, живут только в домене великого князя литовского. Ну, и географично он таки локализуется, например, нажму диньма, лити. Лити, это властная литва. Помните, мы сказали вам литва не проприя? то, что я улучшаю Винска величина вот это вот рамельничество. Это и литский повед, под Вильню, конечно, Аникшты, ну, там под Добрасло, вот там, где были майонки доменные, доменные, какие выходили, какие поведомы забеспечили функционирование не всего державного аппарата, а пенсиональных двора великого князя Литовского. А вот, скажите мне, Ашмяны тоже? Ну, в принципе, да, конечно, Ашмяны выходят. Самое исходное вот это литва это село Красное под Молодечное. На Николе не было ничего, они только у домена великого князя уходили. Да, 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 но Молодечное это, так само, это исходное величина. Разумеете, тому, когда уже в СССР было створено молодечное выводство, так оно, оказывается, включало себе территорию Вильнюсского воеводства, яке, ну, польского воеводства, яке были вылучены для СССР, а Вильнюсом, я думаю, тоже осталось. Вот. И тут, верьми, цикавая сама назва летит, ну, как вас не загружать, у него там есть выхлопки и лингвистичные он спробует, хотя ими так само спрочаются. Олег, разумеете, как бы, поводли концепции Дупуниса, но Дупунис был не пешим, еще Вольтер, лингвист 19-го столового. Когда 19-го, про это, 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 просто, отбылась унификация. И они взникают. Олег, фактично, Дупунис, ну, его диссертат, я знаю, он показывает эти лети, як начатки вот той давней Литвы. Ну, осколок. Парочетки, да? Уломки той давней Литвы. Чем занимаюсь лети? И они кони разводили. То есть, у них был обовязок, разводят коней, и утримали для двора великого князя Литвовского коней. Ну, и, отповедно, службы. Как раз у нас возникают, первая, ну, то, что можно назвать, паштовая служба, да? 16-го столового, стации возникают, ну, просто передача информации. Так? И, например, как правило, был обеспечен тракт Коуна, Вильня и Долина Сувалки на Варшаву и на Крахове. Ну, вот, поэтому сейчас и велико, как раз, лити и забеспечивание. И вот другой, ну, по-своему, Вильмитикава, он показывает, что лити, ну, доводит это его на концепт, что лити, то есть, вот этот след, социальный, да, то есть, поздний уже, да? И, по-своему, это Вильмитикава, как бы я не до конца разумею, и он, отчувая, какие он важные речи пишет, что, тогда вот такое, просто в этничном прочитании не отримивается. То есть, Литва, она, она отримливает, вот, да, ранее Литва, она отримливает, в таком разе, не этничное прочитание, а социальное, да? И мне его концепция цикавая, там, можно шумато чим еще по деталях спрочаться, но мне цикава тем, что он показывает, как этничные речи, когда они были, альбо они переходят в социальное, альбо над ворот социальными, какими реалиями, можно предрепетовать больше старожитную историю. Это интересная камера. Это Гудавичус, да? Не-не-не, это не то, что оппонент его, ну, можно сказать, его нужно не показать, Дубонис. Это Дубонис, да? Дубонис. Я отборцую пяти историй, Артурас Дубонис. Долгая он, Артурас. А вот он это Гудавичус. У нас вот эта концепция Дубониса, она меньше знаемая, меньше ведомая. Я думаю, может быть, это влеку и за мовного фактора, потому что книжки его по литовски... Интересная концепция, она подтверждается, прежде всего, тем, что у древних литовцев, литвинов, было очень развито коневодство. Очень развито. И в военном деле они... Это была основа их военного дела. Ну, все правильно. Окей, вы все правильно говорите. А не разумеете, про что я могу... Куды шаленая думка нас может занести? И она меня занозит. Что я... Что я... Что я... Я еще больше в этом признаться. Вот... Памятите, когда мы с вами про Эльц Феворов разбавляли, я вам показал, что есть такая книжка одного петербургского автора Алексея Кибини. Ну, тот молодой хлопец. Про его приятель, что Петербург. Она пошла на время по-белорусски, 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 по-белорусски. И вот он, наверное, взял вот... Ну, с петерских хлопец брал в белорусском для тех кого-то. Он написал книжку про Чёрную Русь. И... Ээээ... Концепция его, ну, некоторые, что он спекулятор, она, по-моему, текала. Им показывая, ну, ее доводничество от свяги, ну, к шталту я вам сказать. Давайте я так уже это термин, может быть, когда у меня это правда имеет, как бы, казаки, вот, одиннадцатого, двенадцатого стола. То есть, мы оцениваем, что, снова-таки, это не этничное прочитание, а просто ее территория, где формуется вот такой вот анклан, так, куда все эти пассионары, как бы, сбегают. Вот это казачно стало на уходных межах Рыжи Посполитой, так, Либо Корона, либо Рыжи Посполитой. Такие цвяги, как бы, есть, ее с такой мешанкой этничных, и там, куча на вот такие социально-политичные прочитания, чем этничные. Ну, вот, концепция гибелья по этвях. Так? когда его будет текаво, может быть, мы особенно потом еще поразмуряем, я принесу некоторым материалом. А вот, когда отстраховывается от лейти, и когда от всю, ну, от лейти выводит литу. Литу, литавка, ручеек, разумеете? Ничего бы нет. Вот. там, просто отдельная проблема, калию, и здесь, значит, латинские кривицы, не только по старой белорусской, киревицы, калию, по старой, белорусской, то это просто лейти, да? вот, и, и, э, а, нет, наоборот, эй-и, эй-и, то есть это литавка эй. А, калия ритула, калия ритула, да? то это, и, э, разумеете? Ну, якобы, эй, это архаичный, это больше, архаичный литавка. А, и, э, такое, ну, может быть, все. Ну, может быть, я не веду, может быть, таки отпалась эта информация, но она не просто очень. Яна и переходит во многих языках. Ну, да, может быть, может быть, тут не тяжко спрочаться, алия, саму идею, вы разумеете, что, калия ритула, дубонист, таки, классичный, литовский историк, провидцов таки, да? Провидца такая, такая, фантынная, такая, отстоивая интересы Литвы, сейчас вам цените слово, так? И он написал пранцию, я такая, в принципе, подкладай мину под, вот такую, консервативную литовскую концепцию, а я вам ее обучил, что это, без памяти, я вам проводил приклад, ну, этого, президента литовского, ну, нахождались. Нет. А, вам, как говорится, и еще одного, и президента, ну, это социалиста, трудовика, трудовика этого, партия. Ну, опошник, керамик коммунистической партии Литвы. А, ой, Празаускас. Празаускас. Да, он проводил две концепции, которые нам улучшили, что, Лазбергис номиналист, вот, когда есть Литва, в принципе, для артурсов, неважно, кто их заселял, на какой мобильник разговаривает, это все Литва. Так он выводит такую традицию, да? А для Барзаловка, как раз этничные прочитания и этничные речи были важны. И он-то охудшил колеи, давал грош на побудову палаца великих князев литовских. Тут надо еще иметь в виду идеологическую накаченность литовских... Так вот, Дубониса концепция, что, его и консерватора, она, подрывая этничные прочитания, показывая, что... Да, у меня Литва... Когда концепция, ну, справедливая, когда она працует... Бой он, в большинстве, слепая концепция 15-16 года только. Мы не можем реконструировать... Ну, про Генрих Легоцкий один раз пригадывая эту литаву... Это гвоздь... Колеи, как это концепция працует, означает, что... Да, у меня Литва... Но это не племя. Разумеете? Действительно, не так. Я вам больше просто скажу. Это не одно с племеном. В Антихе кое-потом, как бы, вот, стала лидером и объединяла вокруг себе все литовские территории. Конечно. Разумеете? Нет, это традиционная концепция, какая сегодня у подушников прописана. Так? А... Дуповница, фактически, показывает, что... Коли была... Что это давняя Литва, когда и была, так это было уже некое политично-социальное творение. А не этничное. Разумеете? Вот это, как бы, чем принциповая розница, да? Теперь... Это союз племен типичный, который жил на близких территориях, потом разошелся по огромным территориям. Вот. Он сохранял очень похожие языковые, так сказать. Но это было еще до начала этногенеза. Знаете, что, у меня... Я вам скажу, что у меня пока что... У меня нема отказа. Вот вы по-своему кажете речь логичная для вас. Я взгодно, что она логичная, но я, например, широ вам хочу признаться. Я вам переживаю некой концепции в нашей сострочной занятии. И я просто боюсь, что вот эта речаистность, она частная, да? И она была... Ну, знаете, она вот и иншей была, да? То есть, что мы, пока что, у нас нема инструментарно. Понимаете? Мы не можем утиснуть вот ту изъяву Литвы, ну, скажем, одиннадцатого-двенадцатого столуния. Мы до конца ее не можем утиснуть в нашей сегодняшней категории, так? Понимаете? Я философ истории. Я работаю на материале истории Беларуси. Я работаю на материале всеобщей истории. Я сравниваю то, что происходило в Беларуси, скажем, с тем, что происходило в Древней Осирии. Ну, так вот, мой тыс, что мы методологично повинны вырываться из нашего региона. Что мы не сможем... Здесь найти... Да, да. Вот тому я проводил эту концепцию, как Византия створяя славян. Да? Флориана Курта. Ну, это вельми вульгарный, первокассовый концепт, я отрываю, конечно. Так? Вот нечто такое. Ну, это концепция Курта. Это Курта. Флориан Курта. Это именно та игровая книжка, которая выкликала такое оборудование. Я вывожу потом материалы и дискуссии, и рецензии. Я заведу эту тему. Надо мне нулевая тема за руку. То есть это нулевая тема нашей встречи. Будет присвящена как раз то, что я выращивал на нашу вступную лекцию. Теперь, протягив наш шлях социальный, я хотел бы еще хвилин десять с вами поразновлять тады про понятие феодализма. Я отстоковываюсь от того, что оно было вельми важно для гудариста, потому что тут показывая, что шляхи феодализации отбывались и про индивидуальную господарку. Как бы у давней литвы от родины славян, которые жили вот подземельными общинами, так? А я вам показал, что это фикция подземельной общины для Свердневич. Что это худший изъява раннего нового часа, которое держало. Он пишет о феодализме. Ну давайте попробуем разобраться в уголе, что это такое, что это за абстракция, что это за конструкт. И можем им корыстаться. Вы бажите, феодализм мая в такой звыклой мове пиератывную оценку. То есть это значит некую адмовную коннотацию. Ну некая там отсталость, неразвитость. Но я хочу вам сказать, что с самого початку феодализма, как понятие, его в уголе начали вылучать английские, британские, в уголе английские юристы. Я как раз с этим занимаюсь земельным правом. Только правовой сфер. Уже на некие громадско-политычные разумения переносят только французские осветники. И я вам даже почему покажу замок Мутэскьё. Какие краски? Мутэскьё, Шарлуй Мутэскьё. Вот он жил, он все же что прожил в этом замке? Мутэскьё, прежде всего, был основателем так называемого географического детали. Да-да, окей. Но я в этом смысле только про Черепнин, российский атор. А вот Дарыч и Гудяйович, просто он у меня так искажённенький. Вот. Это актуальность дымок. Я вам не показал одразу. Теперь показываю. Правой речи выказали. Вот он, Мутэскьё. И что центральное у их концепции феодализма? Видите, вот у нас, люди, которые мают чёт-таки советскую школу, для нас какие понятия важны? Феодальная земельная властность и прыгон. Внеэкономическое вознуждение. Прыгон населения. Я могу сказать, что для классичного разумения феодализма, конечно же, эти пункты по-иншему выглядят. Реально это иерархичная лестница, какая организует вот этот текласт и слой земельного пласта и уластников земли. Ну, а как и она и основала, конечно, потребна буйная земельная уластность. Основная организация общества. Что отличается за прыгоняне селян? Вот у нас, в нашем разумении таким постсоветским, как раз запрыгонивание есть одним из факторов феодализма. Видите, что есть краины, где в принципе не было запрыгоняне селян, как в Скандинавии. Альбо от запрыгоняне селянский сник в Веймиране, как в той же Британии. Англия, мне бы сказать. Потому что Британия-то, как в Шотландии, должно было сказать. А там совсем нечаянная история в Шотландии. Вот Мехас Придонов написал працу за прыгоня на скрипощении крестьян. Он, скажем так, закрыл тему, и он просто показал, что, как это отбывалось в 16-м столоте, с оправдой, от статута вводилось правовое обмежевание селянов. А без нотки, я вам повторяюсь, это 16-е статуте. Это ранний новый час. Это вот когда наши территории стали аграрной периферией этого нового свет-система по Валерстайму. Какая-то от Новой Англии до Сибири. И каждый вот отдельник этого процесса, как бы, знаходит свою нищу. Это уже сияло нового часа. Так? А для Луденца, я вам нагадываю, для его понятия индивидуальности было вельми важно, потому что он, оказывается, земельную властность вот этих индивидуальных одолев выводил, чтобы она тут, как бы, и развелась. Ну, и, как бы, был достигнут тут в основном статуте консенсус, что феодализм... А, так я, дальше, ну, просто передо мной оскончил. Я вам сказал, что он показал процессы, что это за прегонивание этого 16-е статуте. Ну, и он на таким классичном советской школе, как бы, это все выдуло. Ну, и выникло... Я думаю, что, когда это объективно достаточно, он приходит до того, что оберегаясь самой себе. То есть он показывает, что в ранние периоды для феодализации в принципе запрегонивание не есть классичным. Так? Ошибка феодализации. Это как раз складание буйной земельной властности, возникнение буйной земельной властности и выбудовало вот эту иерархичную систему реанимации громадства. Олег. Видите, что не так все просто. Не так давно, в 1994-м годе, вот этой классичной модели феодализма был нанесен... был нанесен методологичный удар. Сбоку кого? Сьюзана Рейнольдс. Так, мне кажется, есть еще ее портрет. Вот. В 1996-м годе, ну, может быть, маленьким, но еще вот ее портреты, она публиковала книжку «Фьефы и вассалы». Это было в Оксфорде. Давайте еще вот это имя. Как вы запомнили. Вот она вышла забраться. Вот такой феодализм. И видите, что то, что мы с вами воспринимаем классическую модель феодализма, вот этот синериальный лад с развитой вассальной системой у полной формы своей опынается терроритричной погодовой альбома от фикции, как она доводит. Вот она нашла больше-меньше, локализовала регион, каким может быть предназначенный регион классического феодализма, это полночная Франция. Ну, с Парижа. То там, скажем, Нормандия не воходит, Британия в этот регион так само не воходит. Вот полночная Франция, с Иль де Франция. Это вот то, что можно загнать у понятия феодализма. Классичная. Той системой, якому с вами призвучались користаться. Ну, и видите, отримывается, что, когда так вот ее концепцию разглядать, что самый несчастный народ в Европе — это немцы. Потому что, например, вот тот так званный Рызовский пласт, який был у немецкой истории, они министры, слуги. И это, в принципе, нечем подобно на систему литовского, тивилика литовского. Потому что до конца 16-го стабудия наша шляхта, она была на службе великого князя. Она не казалась, скажем, тыми правами вольными, який были у французского рядаства. И вот французское, вот это право прознание, потому что французским и немецким рядаствам показывает, что вельми розны зъявы. Но ее был патос тем, что феодаизма, как огульный такой зъявы, ее не основало. Его не основало. То есть у каждой, не то что в Украине, а в каждом регионе была как бы своя редакция и свое вращение этих социальных проблем, задачи, которые основали в Романстве, как они вращали. Вы знаете, чем отличается постмодернистский и постмодернистский историк от историка, так сказать, от философы истории и от историка, который базируется на фактах. Постмодернистские историки пытаются отрицать не просто очевидное, но то, что многократно доказано всем ходом исторической науки. Ну, я с вами сгоден, вы посмотрите, что я поставил, когда познавимся за ее прадцами, так не только за ее, а вот именно за ее прадцами, я поставил на себя пытание, тем можем мы послуговываться этой дефиницией фердализма, потому что высветляется, что она рассыпается, я как бы цель на нема, але, видите, я пришел довольствием того, что при намсе в дидактичном сенсе мы не сможем ее откинуть, ну, чтобы рулить себя, как бы разворять там, вот, не со студентами, со школьниками, я бы спорватил довести, что бывали некие социальные социальные процессы, какие отбывались в громадстве, не выкористовывающие понятия фердализма, не выкористовывающие понятия сурдализма. Понятия остается, застается, а судность у мужчины переглядывает. Ну, можно мне додать еще? Ну, 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 тоже на контакт этого, это вот есть такой канал «Виасорхистры», он идет по кабельному телевидению «Виасорхистры», там показывают, команда времени такой есть передача, они раскопывают эту ангу. и вот они шукают суперечные объекты в старых наших английских садибах шукают следы больше старожитных. И вот они доказывают там, в этой передаче, некие истории, что до 1384 года такой вот не то, что прикольно, а принуждение христиан до податков, до, как бы, закрепощения за этим самым местом. А потом пришла чума, и после 1384 года крестьяне не было, они просто повымирали все. И, когда они приходили на землю феодала, то он там старался всеми силами их затрывать, потому что податков-то не было, когда все вымерли. И он говорит, что вот это прегонное право скончилось после Великой чумы конца 14-го столовца, когда крестьянам их опало, и они были у нас даже наши территории не зафиксированы вот так массово. При том, что она фиксуется в Москве, она фиксуется в Новгороде, в Новгороде, в Ливонию. Ну, откуда взялись эти доктора, они могли явиться только с Польшей или с восточных частей, потому что там в этот нос доктора, эти лекари накладывали травы, через которые проходил воздух, и они не заражались с чумой, и поэтому все врачи пришли. Митки связали, что это не так, что это проспалит раз чумовой спор не передается. но они приходили с этими масками именно с Польши, если лекари в основном были еврейской национальности, они одевали такую маску, там в этом нос на соне наложили мяту, и всякие душистые травы, чтобы только избавиться от этой чумы. Авторы этой передачи пытаются доказать, будто бы чума явилась главным толчком перехода от средневековой организации общества к, так сказать, более передовому новому. Но это полная чушь. чума просто уронила Европу. Давайте походимся. Селения опустошились вот именно в этом месте. А мы когда не пропали, все умерли. Видите, что есть еще параллель может быть только больше поздней истории 17-го стабудия, что когда наши местечки, городы были зрунованы в какой-то войны, то слоем Кипр принял решение. и он просто обновлял податки на певный час. Это может быть 10-15 годов. на такой великой термин. Городы или местечки не платили податки у Великого князя и им давался макшим развиться, обновить свои силы. Но давайте погодимся на на ближайшим до нашей встречи давайте погодимся над шим, что давняя история и история литовской мая не только а социальные прочитания так и я вам показывал розницу между литовскими концепциями отдаля гудаючуса и лети дугомиса. По другое сам социальный лад можем выкрасить термин таки был шматок ладный. Нам не удастся для раннего периода загнать только под одну категорию три складанные процессы разностайные которые отбывались в данном часу. Потому с тем процессом, который мы можем назвать феодализацией давайте так назовем процесс складания земельной властности. Потому что великие князи поступово губляли земельную властность и ее раздавали. Давайте назовем с великой долей умовностью процесс федализации. странах военная каста получала земельные наделы. но мы должны видеть что этот же период а просто тенденция как мы называем федерализацией существовала в пед университете. Наш гестфак еще был в уголовном корпусе в 80-х годах. и нам выкладчики со смехом как иронии показывали на педеринверситет, сказали, что там доводить Гормикина, что в Руси был арабо-удальский лад, а не процессы федерализации. и видите, что я так само иронично все это вспомнил и больше у нее был дематичный подход. Она просто взяла схему социально-экономичной формации максистскую и повинно ж быть рабством. Как может быть федерализм, когда не было рабством. Она ныкнулась своими працами до того, что старожитная Русь была раба-удальницкая громадство. И на початку я так само иронично но потом, слушайте, когда вы сами посчитаете ту же Русскую правду, вы увидите, что ситуация организации между людьми, там есть вольные люди и рабы. Но рабство это не античное рабство. Давайте это умовно назовем хатное рабство. И это чем их рабский статус? Но у нас это прочитывается как черед невольное по нашим краницам. сэрвые колопы отвечают на английском. У нас это прочитывается и у нас черед невольное я уже указал, начало возникать только по инициативе инициативе Кавалин-вы-боны с подшатку 16-го статус. То есть уклад хатника с подарки рабство у нас основало до середины 16-го 16-го года так сказать. А это все было укладное. Ну принциповый момент, как мы видели на Азии и на Далее. Но он пробует дать всему этому какое-то отничное прочитание. Ну насколько ему тут справедливо ну почитайте сами. Я вам потом скину никакие его прац постараюсь в интернете загруженная в текстовом формате не повышая театрские правы. Попробуйте сами поглядеть и прийти до основы. То есть он показывает, что федализация это ее достигнение Литвы. Великого князя литовского права. А Русь и она была приобщением и засталась консервативной и не имела голосу на раннем этапе политических процессов. почему Кудавичус так старается это доказать? Потому что он идеологически ангажирован в том смысле, что он пытается доказать, что именно в Литве был индивидуальный организация аграрного социума. а вот эти славяне там застряли это не литовцы европейцы а славяне это задумки. я привел пример по новому миру. что не это не 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 но не 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 но в принципе не могло такого быть. между тем все было как раз наоборот. эти литвины так сказать которые жили в лесах занимались охотой рыболовством очень примитивным земледелием они были отсталыми по отношению к славянам которые занимали большую часть Беларуси. почему? потому что славяне уже несколько веков жили в государстве. у них были развитые институты а литвины они были фактически под властью племенных вождей очень рыхлая организация этноса и так далее. первое за увагу по термину я думаю что давайте будем в строгих терминах я думаю что литвины это мая но это в принципе охотливые и протка и случайных и Беларуси это политичное прочитание политико-культурное прочитание это литовцы изгодны по другое видите что они да я сгодно что Баловское насилиество отставало оно не имело такие традиции они видят как только они принимают католисты они принимают рост католитский из конца 14-го столоводья вы просто можете башить який рывок на пути до 15-го столоводья отбывается северо-литовского социума разумеете то есть те строгие формы организации для римского права якое вымушено переносит элита великого князства литовского ну потому что оно прямая былые паганцы прямая очень русские у них была конкуренция с русским боярством так это серьезная тема я думаю что мы вот это сострочи по выбору Альерда но заметьте как быстро они ассимилировались это как раз как вот это великолепно это про социальные механизмы балты и они переняли культуру тех значит того этноса который был более рады вот и все все вы скажите тенизов у нас не так отрывалась теоретично может быть состричь те не зашпат холостки для вас было не просто понимаете извините люди ориентированы на нарративные интересные факты и это вхопают историю я думаю что факты вы станете знать а мы с вами попробуем спрочаться и разговаривать про некоторые существенные речи вы зашли в область философии истории ну можно то есть больше, чем сказать, что социальные истории, исторософии, может быть, да. И я просто разважаю, как мне далеко не буду в нашей встрече, если у вас интересна методологическая дискуссия, тем не больше вам прополнить некоторые фактуры, по какой таксанно можно вельми долго и интересно спричаться, потому что многие речи, многие изъявы по фактологии так само увлекаются от перечности. Но вот никакие... Фактически, все наши опущенные встречи я вам говорил в таком плане методологичном, да? Теретичном. Ну, не это, на кольке вам это цикало? Ну, все, желаю. Ну-ка, позже. Потому что я так подозреваю, что не всем это цикало, но это вельми важно тем, кто уже, видите, кто уже достаточно добро поглублен в истории, и ему эти речи будут цикавы, безумовно. И я вам хочу сказать, вот эта трагеда, эта проблема сущасной белорусской исторографии, она имеет вот эту травму адаптурнерства, так? То есть, историки еще памятны, что их провучали писать у рамках вельми строгих концепций, ну, мартистами. По всем таким догматичным мартистами именно так. Потому что мартисты так само имеют божевольные формы. И многим эта логичная речь о сегодняшней белорусской гистрографии не проговорываются, их и не любить, и боятся их браться. Потому что эта травма догматизма, она засталась. Так? Ну, а я вот вам пропоную, пронамся, вот, когда мы с вами этничности разглядали, сегодня мы разглядали проблемы социальной, ранней социальной истории великой гистрографии, я вам все-таки пропоную, некоторые теоретичные повреды, пронамся, заявляют, что есть некие новые методологии, да? И они на самом деле справят. Это выдательный инструмент. Потому что... Вот поверьте, что это Боис-Зайцами показал. То есть оно дозволяет разуметь... А. Дозволяет разуметь некоторые изъявы, какие присутствуют в украинцах в Великой Князь Литовской штатской автологии. А. В принципе, нам выбудовывать что-то сильнейшую картину возникновения державности на этих территориях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Х gegebenовмениев. Продолжение следует...